Приветствую вас и начать свой ответ я бы хотел с того, что вы не задаёте никакого вопроса, то есть ни о чём вы не спрашиваете, конкретно ни о чём не спрашиваете, конкретно никакого вопроса вы не задаёте, просто отписываете с этой ситуацией и всё. Ну помимо того, что вы испытываете чувство вины, помимо того, что у вас есть явный пунктик насчёт денег, да, то есть вот, что нужны деньги, что любимый муж работает там постоянно и так далее. Вот кроме этого, кроме чувства вины, вообще-то у вас, ну, вполне вероятно, есть некие физиологические проблемы, то есть я рекомендовал бы вам в обязательном порядке обратиться к врачам для прохождения медицинского обследования на предмет заболевания различного рода. Вот. Если ничего не обнаружите, то тогда я рекомендовал бы вам обратиться к секретарапевту по месту жительства для того, чтобы он также продиагностировал бы вам, значит, ну, продиагностировал бы вас, вот, чтобы он продиагностировал бы вас на предмет заболеваний психологических, например, после ротовая депрессия, возможно, имеет место быть у вас, вот, после первого ребёнка ещё. Возможно, нарушение, нарушение гормонального фона, вот, и так далее. То есть это вот то, что можно сказать вам по медицинской части, хотя, безусловно, и это только лишь предположение, совершенно не факт, что у вас будет что-то именно из этого, вот, может быть, будет у вас совершенно что-ли другое, вот, может быть, не будет ничего. С этим нужно разбираться, в любом случае, потому что, ну, и для ребёнка, и для мужа важно, чтобы вы были здоровы. Значит, чувствую себя мешком, зачастую беременную. Значит, беременна, она в шестом месяце. Ну, я полагаю, что шестой месяц уже довольно много, довольно большой срок, вот. И несколько непонятно, конечно, почему вы на шестом месяце беременности работаете. То есть вот, что заставляет вас работать на шестом месяце беременности. То есть, ну, понятно, что нет денег, понятно, что доход, но такое впечатление, что, как бы вы здесь сами, значит, вы здесь сами себе, вот, надумали проблем определенных, вот. Как это видится мне. Потому что, ну, вот, не позволяете, например, себе получать, значит, необходимые витамины, да. Не позволяете себе есть, хотя вы сейчас беременны, и вам это нужно для ребёнка хотя бы, ну, вот, как минимум. Это вообще прям необходимо у вас. То есть есть у меня подозрение, что вы не принимаете себя. Есть подозрение, что вы руководствуете таким чувством вины перед, ну, не знаю, не могу сказать точно перед кем, да. То есть может быть перед родителями, может быть перед собой, вот, может быть ещё перед кем-то. То есть вариантов тут довольно много, вот. Вот, но, тем не менее, тем не менее. Так напоминается с фактом, что вот чувство вины, это, значит, то, что вам мешает очень сильно. То, что вас, как бы, напрягает и не даёт вам, ну, по сути дела, никакой возможности для того, чтобы позволять себе хотеть. И весь вопрос, он в том, откуда у вас это чувство вины возникло. Вот весь вопрос, он именно на самом деле в этом. Откуда возникло чувство вины, с чем оно связано, кто вам его привил, это чувство вины. Вот, и чем оно для вас выгодно, то есть что вы получаете на бессознательном уровне, как бы это сказать лучше, может быть, культивируя его в себе, это чувство вины. То есть вот этот момент, момент его нужно обязательно проработать с вами. Вот, то есть какие установки на вас давят, чьи это установки, чьи конкретно, откуда они взялись эти установки, вот. Значит, из чего они застоят эти установки, что они из себя представляют, какие они, вот. Какой у этих установок посыл вам, посыл для вас, то есть, ну, чьи установки, да, и какой посыл в них кроется в этих установках. Понимаете, да, моменты, тонкости? Вот. Значит, и что это для вас, лично для вас, что это значит, вот, конкретно? То есть это вот такие важные моменты, о которых нужно с вами разговаривать. Вот. Но опять же, я полагаю, что после беременности, то есть, знаете, сейчас, вот именно сейчас, вы беременны. И, как бы, позвольте себе эту беременность нормально перешить. Если, конечно, хотите, чтобы у вашего ребенка все было здорово. Если хотите, чтобы ребенок был здоров. Позвольте себе эту беременность, вот свою беременность, да, как бы просто, ну, отжить, отживите ее. А потом уже, потом, когда беременность у вас закончится, завершится, родится ребенок, он будет хорошим, он будет здоровым и так далее. Вот потом уже будете думать, что вам дальше делать, как вам дальше жить, как вам поступать дальше. Вот. А пока, пока все, что вы переживаете сейчас, все, как вы вот сейчас себя чувствуете, все это только во вред идет малышу. Вашему малышу идет во вред. Причем, причем. Вот. Так что подумайте о ребенке. Это главное сейчас. Главное. А дальше, значит. Месяц назад жена взяла отпуск, работаю менеджером в кафе. Ну, хорошо. Взяли отпуск, значит, опять же, что мешало взять отпуск, как бы, раньше немного, да? А что не давало взять отпуск раньше? Последнюю неделю работы, еле бы работала, почти каждый день плакала после работы. Просто от нервной усталости. Это, конечно, интересно. Насчет нервной усталости вы говорите. Ну, во-первых, помимо того, что вы не думаете о ребенке, да, значит, испытывая вот эту самую нервную усталость, да, ага, она все, ну, помимо этого, откуда она вообще взялась, так? Это нервная усталость. Как бы, ну, откуда она? Почему она стала возможной для вас? Точнее. А, вот. Как, эээ, так получилось, что на своей работе, да, вы испытываете нервную усталость, может, что получается, либо работа вам не подходит, либо, там, может быть, еще какие-то у вас проблемы есть. В любом случае, в любом случае, что-то есть, что-то есть. Соответственно, с причинами нервной усталости тоже нужно разбираться, как бы, откуда они вообще взялись. Почему она вообще имеет место быть у вас. Это нервная усталость. Ну, значит, что-то неправильно происходит, наверное. Ну, у вас что-то неправильно происходит. Логично же, да? Ну, мне кажется, вполне логично. Что если есть нервная усталость, значит, что-то вы делаете не так. Ну, нужно подумать, что именно вы делаете не так. И почему. Вот. И как бы нам сделать так, чтобы вы перестали сами себе вредить. Понятно, да? Дальше. Муж долго уговаривался липтат работать. Я все думал про деньги, работал дальше, но не выдержал эмоционально. Почему вы думали про деньги и работали дальше? Что заставляло вас это делать? Какой мотив у вас думать про деньги? Как бы есть муж, который вроде бы как вас обеспечивает и, в общем, делает это, ну, неплохо. Вроде бы как. Да? Вот. А есть муж, который вроде бы как делает все, что нужно. Почему же вы думаете о деньгах сами? Что вас заставляет думать о деньгах? Вот вас саму что заставляет думать о деньгах? Знаете, какой момент? Вы говорите, что вам эмоционально мне очень тяжело. Да? Но я все равно продолжаю думать о деньгах. А деньги вам зачем? Неделю была безумно рада, да, и почему не выдержали эмоционально? Неделю была безумно рада, что могу высыпаться и делать все, что хотела. Ну, то есть, неделю с работы, да, неделя была, это, прямо, неделя с работы была, я полагаю. Ага, потом, значит, после того, как вы отдохнули немножко, вы тут же вновь начали себя что делать? Вините, да, за то, что вы не работаете. Вот. Кто это вас говорит? Кто обвиняет? Кто обвиняет? Кто подавляет вас в этот момент? Вы тоже представляете об этом подумать? Кто говорит у вас, какой голос говорит? В тот момент, когда вы, значит, себя обвиняете. Вот. И, как бы, ну, откуда идет чувство вины? Какое, какое у него основание у этого чувства вины? Вот. Где оно зародилось у вас, это чувство вины? Так, старалась, значит, так, потом желание ко всему пропало. Почему? Пропало. Старалась оформить ипотеку. Так, ну, ипотеку оформляете вы, зачем, не очень понятно. Но по справке две НДФЛ мне не одобрят. А по форме банка офис не подпишет реальный доход. Зачем вы это пишете, не очень понятно. Хотим оформить РВП мужу. Кто мы? Вот хотим мы. Кто мы хотим? Почему это делаете за них? Вы это делаете за мужа своего? У меня нет понимания. Понимаю. А вот почему вы делаете это за своего мужа? Зачем вы его все вот это делаете? Вы его как бы спасаете, вы как бы за него выполняете то, что должен делать он сам, ваш муж. Как бы цель у этого какая? Значит, регистрацию на три года у него не у кого поставить. Что-то я вообще не понимаю. Что значит не у кого? Есть люди, которые этим занимаются? Специально. Регистрацию ставят. Где эти люди? Я думаю, вам тут нужно у юриста проконсультироваться вообще, на что вы имеете право, а на что нет. Потому что как-то у вас полное незнание своих прав происходит. Каждый день деньги уходят на продукты и прочие необходимости. Ну и что? Это нормально. Муж работает без выходных, чтобы обеспечивать нас. Это тоже нормально. Я как мящёк лежит дома. Не как мящёк, у вас ребёнок. Вы носите его ребёнка, мужа между прочим. Вы об этом забываете. Знаете, вот откуда у вас, откуда у вас такое вот сильное, на мой взгляд, сильное обесценивание себя идёт. Так. А дальше. ЕМ тратит деньги при выходе из дома. Ну вот на что вы тратите деньги? Тоже давайте подумаем. На что и для чего вы тратите деньги? То есть понятно, что, как бы, ну, если денег лишних нет, то нужно просто составить учёт расходов. То есть на что деньги тратятся, на что деньги не тратятся. Вот. Ну а вы что сделали для того, чтобы деньги не тратить? Абсолютно, что сделали? Смотрите, вот вы нам сейчас жалуются. Вот вы говорите, ужасно себя чувствую, неудачником, нормаедом и так далее. А делаете то что, чтобы не чувствовать себя так? Почему чувствуете и что делаете для изменения ситуации? Что вообще происходит? А факт. Вот. Знаете? Как бы, вы беременны. И, будучи беременны, вы, естественно, как бы видите реальность немножечко под, ну, другим углом, более эмоциональным. Вполне вероятно. Поэтому, оставьте себе такую задачу, выносить ребёнка, выносите ребёнка. А потом, после этого, вы уже будете думать, что вам делать дальше. И с тем, что вы неудачник, вы неудачник. Кстати, почему неудачник? А дармоед, тоже почему дармоед, непонятно. То есть, как бы, здесь момент такой, а какие у вас вообще отношения с мужем? Разделение труда и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. И, как бы, если у вас такие трудности, так, а зачем тогда второй ребёнок? Первый ребёнок, зачем? Если вам всего 21 год, как бы, зачем вы спешили с ребёнком? Понимаете, да? То есть, противоречия, 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 противоречия. Нет единой позиции у вас. Умею шить, есть машинки, маникюр, педикюр. Шелак, делаю аппарат. Шелак, умею аппарат. И рисую неплохо, но желание ни к чему нет. А вы зачем нам вот это вот всё рассказали, что вы умеете делать? То есть, вы умеете делать это здорово, а нравится-то что? То есть, вы можете что-то сделать здорово, а хотите-то чего? То, что, значит, денег нет. То, что вы считаете себя дармоедом и неудачником, это понятно. А ценности какие? У вас. Вот об этом, пожалуйста, и постарайтесь подумать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!